Здравствуйте! С Вами снова Фантом. Серия заметки о магнитостатике. Зрители попросили еще раз уточнить, как расположены сенсоры на сканере и как происходит процесс сканирования. Это нужно для того, чтобы лучше понимать, какой показанный вид за что отвечает. Сенсоры на сканирующей головке расположены так, как показано на изображении. Напомню, что датчик HOLA переводит выходные сигналы значения напряженности векторов магнитного поля при условии их непараллельности плоскости датчика. При этом чувствительность максимально к векторам перпендикулярна к поверхности датчика, а по мере отклонения от перпендикуляра чувствительность падает пропорционально углу. При векторе поля полностью параллельно плоскости датчика его значение перестает регистрироваться. Итак, покажем как происходит сканирование. Изначально головка находится в нижнем левом углу по плоскости сканирования. Далее головка перемещается сначала горизонтально по строке, синхронно с перемещением считывая значение напряженности, а затем возвращается в исходную позицию и в это время передает собранные данные по строке в управляющий компьютер. Затем происходит смещение на один шаг по оси Y на следующую строку в направлении к верхнему краю зоны сканирования и движение по строке повторяется. В дальнейшем мы будем идентифицировать сенсор, с которого демонстрируется скан с помощью пиктограмм. Надеюсь, что теперь вопросов как интерпретировать показываемые сканы не останется. Итак, начнем сегодняшние эксперименты. Сегодня мы рассмотрим как из проводников формируется то, что называют контуром с током. Как вы знаете, именно поля контуров с током формируют поле катушек индуктивности. Однако начнем мы с темы, которые касались в конце предыдущего ролика. Там мы рассматривали магнитное поле проводника с током изогнутого в форме уголка. Усложним задачу по сравнению с предыдущим роликом и возьмем два таких уголка. Расположим уголки так, чтобы они соприкасались длинными сторонами. Сравним сканы магнитного поля данной конструкции при различных направлениях протекания тока. На цветном скане мы видим полное подтверждение теории суперпозиции полей проводников с током, изложенных в школьных учебниках физики. На карте изолинии с верхнего сенсора значительных отличий мы на первый взгляд не замечаем. Однако присмотревшись, мы увидим различия в зоне параллельно расположенных проводников. В случае противоположно направленных токов центральные области индукционных тароидов как бы сливаются воедино, а для проводников с одним направлением тока между ними есть различимая нейтральная зона. Посмотрим на показания бокового сенсора. Тут ситуация противоположная. В плоскости параллельно вертикальным проводникам мы видим, что при одинаковом направлении тока центральная область индукционных тароидов как бы сливается воедино. А вот для проводников с противоположно направленными токами в центре между проводниками наличествует четко различимая обособленная зона. Также сильно отличаются изолинии в области изгиба проводников. На фронтальном виде мы можем детально увидеть изолинии полигоризонтальных участков проводников. В случае одинаково направленных токов в зоне изгиба также образуются объединяющие оба проводника локальной тароиды. А в случае противоположно направленных токов мы видим как бы объединение магнитных линий различных проводников в одну непрерывную горизонтальную структуру. Давайте теперь расположим уголки так, чтобы они соприкасались углами. Сравним виды с верхнего сенсора для разных взаимных направлений протекания тока по проводникам. В цветном скане в целом все снова соответствует классическим представлениям. На карте изолинии с верхнего сенсора мы видим, что при одинаковом направлении тока индукционные тароиды горизонтальных проводников как бы сливаются в одну структуру, объединяющую попарно вертикальные и горизонтальные части уголков. А вот при противоположном направлении тока мы можем различить зону пересечения независимых тароидов всех четырех сегментов нашей конструкции. Сравним сканы с бокового сенсора. При одинаковом направлении тока изолинии вертикальных сегментов двух наших уголков выглядят как принадлежащие одному проводнику. Мы не видим никакого разрыва линий в области, где соприкасаются разные уголки. А вот при противоположном направлении тока мы видим четко обособленные тароиды верхнего и нижнего сегментов, а также кольцевую структуру вместе с обрежением уголков. На виде сфронтального сенсора ситуация полностью повторяется только для горизонтального сегмента проводников. Тема взаимодействия полей проводников с током изогнутых на 90 градусов скрывает в себе еще очень много интересного. Например, поля вот такой, думаю, весьма узнаваемой конструкции из проводников с током представляют собой совершенно феерическое зрелище. Однако давайте оставим более детальное рассмотрение, данной темы для отдельной серии видео с возможным рабочим названием «Геометрия электричества». Сейчас же давайте перейдем к следующей части, а именно рассмотрим контуры из проводника с током как основу для построения катушек индуктивности. Поступим мы немножко нестандартным образом. Сформируем два контура проводника. Один обычный круглой формы, а второй не совсем обычный, прямоугольный формы. И начнем формировать наши контура, сгибая проводники по сегментам, при этом наблюдая, как будет меняться их поле. Начнем со сгиба в 180 градусов. На виде сверхнего сенсора для прямоугольного контура мы увидим пять индукционных тароидов по числу видимых прямых сегментов проводника. Для круглого контура число таких тароидов четыре. В зоне, охваченной центральной областью нашего полуконтура, мы видим начало формирования некой регулярной структуры из изолений. Однако пока понять ее особенности достаточно непросто. Посмотрим на виды с бокового сенсора. Для прямоугольного контура мы видим три обособленные индукционные тароида верхнего и боковых сегментов. В случае же круглого контура ситуация менее однозначная, и что-то определенное сказать пока затруднительно. Однако можно сделать вывод, что пока мы не можем увидеть формирование поля контура как единого макрообъекта, а различаем только раздельные тароиды сегментов проводника. Доведем изгиб проводника до 270 градусов. Для случая прямоугольного контура ситуация изменилась незначительно. Все так же видим пять тароидов. Три контурных и два сегментов подводящих проводников. Для круглого контура количество тароидов увеличилось на два. Четыре из них формируют сегменты нашего контура. И два, как и в случае прямоугольного, принадлежат сегментам подводящих проводников. В центральной зоне стала различаться регулярная структура из изолений, формирующая поле контура с током как макрообъект. Мы видим, как поля сегментов проводника начинают образовывать виток катушки индуктивности. На виде с бокового сенсора остался только один индукционный тароид от правого по скану сегмента обоих контуров. В случае прямоугольного контура он симметричен, а для круглого как бы изогнут по форме проводника. На фронтальном виде для прямоугольного контура тенденция сохраняется. Тароиды четко отражают сегменты. Для круглого же контура ситуация опять выглядит более сложной. В правой части контура формируется некая объединяющая верхние и нижние сегменты структура из изолений. Давайте завершим формирование замкнутого контура. На карте изолений с верхнего сенсора мы можем увидеть, как именно тароиды сегментов проводника формируют полностью замкнутый контур. В центральной зоне формируется поле контура как макрообъекта. Из общих тенденций можно отметить укрупнение сетки изолений к геометрическому центру контура. В случае круглого контура это создает оптический эффект выпуклости рисунка. Изолинии внешних частей контуров отражают их геометрию. На виде с бокового сенсора мы снова видим намного более целостную структуру для круглого контура. Аналогичная картина наблюдается и на фронтальном виде. Ну что ж, теперь мы готовы рассмотреть поле катушек индуктивности. Понятно, что мы не могли обойти вниманием этот поистине повсеместно применяемый радиотехнический компонент. Конечно, одним видео исследование полей катушек ограничить невозможно. Вариантов их исполнения существует великое множество и поля у них сильно отличаются. В этом видео мы рассмотрим самую простую конструкцию катушки. Однослойную и без использования каких-либо сердечников. Пометуя о предыдущих опытах, можно предположить, что даже в такой простой конструкции мы найдем немало интересных. Итак, намотаем две сходных по габаритам катушки. Для обмотки используем провод с течением 0,35 квадратных миллиметров. Подключим катушку к источнику постоянного тока. Для начала снимем скан со стороны экваториальной поверхности катушек. На цветном скане мы видим, что максимумы напряженности магнитного поля располагаются на торцах обоих катушек. А вот после построения изолений с верхнего сенсора приходится крепко задуматься. Мы видим два сечения макротороида катушки как цельного объекта. Так выражен верхний уровень иерархии. Спустимся на уровень ниже. На этом уровне около каждого из полюсов мы видим два тороида, представленные четырьмя плоскими сечениями. Заметим, что данные тороиды ориентированы ортогонально друг к другу. Посмотрим на вид изолений с бокового сенсора. Тут мы видим значительное сходство катушек различной формы. На обоих изображениях видны срезы полюсных тороидов, а также нейтральная зона в центре. А на виде с фронтального сенсора нас ждет небольшой сюрприз. Не правда ли похоже на бутона тюльпана? Для полноты картины давайте узнаем, как изменяются линии напряженности экваториальной стороны катушки, приближаясь к ней фронтальным сенсором издалека. На катушке круглого сечения картина видна более отчетливо. Мы видим, что в этой плоскости максимум расхождение изолений расположен по центру катушки, а не на ее полюсных гранях. Представляется, что после просмотра показанных сканов многим зрителям будет над чем поразмыслить. А мы тем временем продолжим. Сориентируем катушки вертикально и посмотрим на поле со стороны торца. Цветной скан четко отражает разницу в форме катушек и показывает, что максимум напряженности поля сосредоточен в центральной зоне. А вот карта изолений в очередной раз преподносит нам сюрприз. Если глобальный контур изолений вокруг катушки в целом отражает ее форму, то внутренняя структура полей катушек круглого и квадратного сечения разительно отличается. И там и там просматривается два локальных тароида, представлены своими четырьмя срезами. Однако их форма весьма значительно отличается. Те, кто смотрел наши ролики по теме вихревого мира, думаю смогут найти в данном моменте нечто новое для себя. Также на виде сверху значительно отличается форма изолений центральной области катушек. А вот виды с бокового сенсора отличаются незначительно. То же самое можно сказать о фронтальном виде. И наконец рассмотрим, как изменяются линии напряженности полюсной зоны катушек, приближаясь к ним фронтальным сенсором издалека. На этом позвольте завершить это видео. Впереди нас ждут сканы катушек с различным шагом намотки, плоских катушек, а также катушек нестандартных форм. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых видео. С вами был Фантом.